Анна и Сергей Литвиновы Бойся своих желаний Паша Синичкин, частный детектив 3 Памяти Наташи Каширской и Димки Реброва Ничего этого не было Реальные люди, равно как и персонажа романа, никакой ответственности за выдумки авторов не несут Пролог Внучка Наши дни Синичкин Павел Сергеевич, частный детектив И я сразу понял, что все-таки опоздал В прихожей валялся нераспакованный чемодан, а рядом в неловкой позе, лицом вниз, лежала женщина Затылок ее был весь в крови Месяцем ранее Посетительница была молодая и, как принято говорить сейчас, борзая И еще она не сняла в помещении солнцезащитных очков Держала себя, будто не только мои услуги уже купила Но и целиком агентство, включая секретаршу Римку, сейф дореволюционных времен И картину на стене «Русская зима», подаренную мне художником Н.С., с которого я снял обвинение в педофилии Часы Радо на красивой ручке, серьги Шоппорт в очаровательных ушках и шарфик от Эрме На тонкой шейке наводили на мысль, что молодой даме покупка сыскного агентства действительно по карману Поэтому ее высокомерие, переходящее в наглость, мне пришлось, скрипя сердце, терпеть Вдобавок, моя фирмочка переживала очередной финансовый кризис Далеко не первый, но, как я оптимистично надеялся, последний Вероятная клиентка, правда, выглядела юной настолько, что у меня возникли опасения Есть ли у нее собственный счет в банке Или, чтобы купить каждую банку колы, ей приходится обращаться к папе, папику Но в любом случае, выслушать ее стоило «Что привело вас ко мне, сударыня?» Вместо ответа она вытащила из сумочки прозрачный файл с одной бумажонкой внутри И бросила его на стол передо мной «Желаете разговаривать на языке жестов? Что ж, пожалуйста Если меня бандиты олигарха Барсинского не испугали, то у тебя, девочка, и вовсе кишка тонка» Я усмехнулся и пробежал глазами листок То был договор между агентством «Павел» в лице П. Синичкина, в дальнейшем именуемый исполнитель И гражданкой по имени Мишель Манина, в дальнейшем заказчик «Согласно ему, мне вменялось в обязанность выполнить в интересах заказчика расследование Притом не разглашать никому сведения, полученных как лично от заказчика, так и в ходе расследования В случае нарушения пункта о конфиденциальности я обязуюсь уплатить штрафные санкции в сумме, эквивалентной 20 тысячам долларов, в рублях по курсу ЦБРФ на день оплаты Зато при достижении в ходе расследования результатов, удовлетворяющих заказчика, я получаю те же 20 тысяч долларов в рублях по курсу» Договор выглядел, как и сама девушка, понтовым, сырым и наглым Впрочем, один пункт мне в соглашении понравился Сумма — 20 тысяч долларов «Вы на юридическом учитесь?» — спросил я «Или со всеми начинаете знакомство с подписания договора?» Она вспыхнула и хотела было ответить мне резко, однако сдержалась Вместо этого сняла очки, и я впервые увидел ее глаза Они оказались отнюдь не ледяными, а растерянными и даже беззащитными И о многом мне рассказали Например, о том, что она — балованная дочка состоятельных родителей Но человек, возможно, неплохой «Давайте начнем с другого», — молвил я «Вас кто ко мне прислал?» Посетительница облизала губы, поколебалась Однако решила, что данные сведения не нарушат конфиденциальности И проговорила «Татьяна Садовникова» «А, Татьяна! Сколько лет, сколько зим! Скажите, Мишель, вы ей доверяете?» «Да» — не колеблясь ответила девушка «А она доверяет мне, иначе Садовникова вас ко мне не прислала бы, верно?» Моя будущая клиентка молчала, но молчание — знак согласия, поэтому я продолжил «Давайте не будем разводить бодягу с договорами И не потому, что я не люблю платить налоги, хотя я их действительно не люблю платить Доверие ведь никакими договорами не предусмотришь А недостаток доверия никакими дополнительными соглашениями не возместишь Словом, бумаг подписывать не станем У меня другое предложение Вы для начала расскажете, что вас волнует А уж я решу, возьмусь за это дело или нет Если да, мы пожмем друг другу руки И я проведу расследование Мой монолог, кажется, произвел на клиентку впечатление И она сменила свой тон на гораздо более человечный Понимаете, если я расскажу вам всю историю Вы станете обладателем очень личной конфиденциальной информации Которая в случае огласки серьезно может повредить репутацию не только моей Но и всей семьи И нарушить нашу Прависи Не знаю, как сказать по-русски Частную жизнь, перевел я Вы в Англии учились? Угадали Значит, вы слышали Заявил я совершенно серьезным видом Что частные детективы обычно дают перед началом своей деятельности Нечто вроде клятвы Гиппократа Там есть пункт О неразглашении сведений о больных То есть, простите Клиентах Девушка улыбнулась Она оценила мой юмор Из нее потихоньку уходили надменность и задиристость Стал более заметным ум Молодежь у нас в целом хорошая Впрочем, временами детишек нужно как следует сечь Для их же блага Вы знаете, Павел Сергеевич, сказала она Мой рассказ будет долгим Однако я готова заплатить вам за то Что вы меня выслушаете За ваше время Я пожал плечами Встречаются, конечно, в Москве Бессеребрянники Но я к их числу не принадлежу Окей Насколько я знаю Минимальная ставка юриста, консультанта Или психотерапевта Сто долларов в час Я вам так и заплачу Устраивает? Почему же мне по минимальной ставке? С улыбкой спросил я Обижаете? Ну, вы же просто выслушаете И не будете меня консультировать, защищать, утешать? Утешить могу, сказал я осознанно, двусмысленно И глянул на девицу очень мужским взглядом Она не вспыхнула, не возмутилась Прежним деловым тоном отмела мое предложение Нет уж, спасибо Не нуждаюсь Ладно, начинайте вашу исповедь Что-нибудь будете пить? Чай, кофе? Если можно, эспрессо Римма! Горокнул я Два двойных эспрессо Порфавор Мы потихоньку установили с Маниной контакт И начали, несмотря на вкрапления английского и испанского Говорить на одном языке Мишель полезла в сумочку И вытащила оттуда пять сто долларовых бумажек Сей жест мне понравился При всем обаянии платиновых и золотых пластиковых карт Шуршание наличных долларов Имеет для меня особенное очарование Кроме того, небрежное обращение клиентки с инвалютой Доказывало ее платежеспособность Однако, несмотря на то, что в моем нынешнем положении Каждый Франклин был на счету От банкнот я небрежным жестом отказался Гусары денег не берут Повторил я шутку, услышанную еще от отца Девушка только пожала плечами и радостно спрятала купюры обратно в сумку Тут Ирима пришла с кофе и расставила перед нами чашки Пожалуйста, не соединяйте меня ни с кем, попросил я ее Хорошо, Павел Сергеевич, пропела моя помощница И прислуга за все В случае нужды она тоже умела кинуть понты Даже не знаю, с чего начать, проговорила Мишель Сначала, подсказал я Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому